В «Солнечной радуге» уже более 10 лет действует Музей истории гимназии «МИК». В нем имеются две экспозиции, одна из которых – «Школьные годы военной поры». Экспозиция нашего музея существует с 2015 года. Она открыта к 70-летию Великой Победы. Мы до сих пор продолжаем работу по изучению истории жизни жителей нашего города и их вкладу в Великую Победу. Мы участвовали во многих конкурсах. Со второй экспозиции в 2019 году ребята-музейщики участвовали в краевом конкурсе об истории эвакогоспиталей Молотовской области. Итогом стал выпуск книги «За жизнь спасибо и исцеление души». В годы Великой Отечественной войны в нашем городе было открыто пять эвакогоспиталей. Более подробную информацию мы узнали об эвакогоспитале номер 2570, который находился в здании нашей гимназии. В прошлом году Мария с этой темой успешно выступила на краевой конференции «Моя школа эвакогоспиталь». Добавим, не только экспозиции, но и само здание гимназии передает атмосферу военного времени. Еще бы, в те времена сегодняшние классы служили больничными палатами. Наш музей существует с 2010 года. Конечно, каждый год мы его пополняем какими-то экспонатами, новыми сведениями. Но скоро наша гимназия должна переехать в другое, новое здание. Мы надеемся, что сохраним эту историю для города, для жителей. Ну а все, что можем, перевезем в новое здание и будем пополнять и расширять его дальше. Посетить музей истории гимназии «Солнечная радуга» можно, записавшись по телефонам, которые вы видите на экране. Успехов юным экскурсоводам и дальнейшего развития школьному музею желают Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль-ТВ».